Привет! Это достаточно рискованно, но это произошло. Почему рискованно? Ну, потому что так не предусмотрено в классических раскладах межгосударственных отношений, когда действующий президент Зеленский решил поговорить и поговорил с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Говорили они, конечно, о мире. О мире. Хорошее слово, правда? Мы же все за мир и мы против войны. И да, какого-то большого массива информации по поводу этого телефонного разговора нет. Потому что, ну, во-первых, Дональд Трамп еще не президент, а президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. И его кабинет определяет здесь и сейчас, каким образом будет оказана военная помощь Украине. Но, тем не менее, есть несколько замечаний в социальных сетях, которые были выданы, соответственно, избирательным штабом Трампа. И суть все сводится к одному, что Трамп говорит, и очередной раз повторил после встречи с Зеленским, что он хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров. И вот давайте попробуем разобраться, это зарада, тотальная зарада или нет. Ну, перемога, понятно, тут критерий ООН очень прост, и я бы его разделил на две части. Победой для нашей страны будет сохранение украинского государства в принципе. И в этом отношении мы уже достигли успеха. Второй аспект, это, конечно же, границы. Идеальная формула, это общепризнанные границы. Значит, Кубани не Украина, Крым Украина. Как оно будет? Вот это интересно, и было очень много таких, скажем так, сентенций, таких сигналов со стороны Трампа, что он предлагает просто взять и заморозить конфликт. А если Украина не согласится, то там обрежут поставки вооружений, боеприпасов и военной техники. Что написал Трамп в своей социальной сети? Трус, то есть правда. Не трус, бойгус, а именно правда в данном случае. Я вообще к таким названиям очень скептично отношусь, если честно. Потому что весь холдинг ВГТРК, то есть кнопка Россия-1, она тоже находится на улице Правда, но она очень и очень далека, Правда, от этой улицы. Но тут не про параллели. Возвращаемся к посту Дональда Трампа. Ценю, что президент Зеленский сконтактировал со мной, как и со следующим президентом Соединенных Штатов, который принесет в мир мир и закончит войну. Красивая фраза, правда? Которая унесла столько жизней, разрушила судьбы стольких невинных семей. Это правда. Что-то Дональд все четко зафиксировал. Обе стороны могут встретиться и договориться о соглашении, которое прекратит боевые действия и предложит путь к процветанию. Сразу хочется задаться вопросом, на основе чего будут проведены эти переговоры? Сейчас вся украинская дипломатия, и президент, и МИД, и офис, и другие страны, в том числе Соединенные Штаты, предлагают проводить переговоры с Российской Федерацией на основе формулы Зеленского. Ну, так она вошла в обиход, хотя это формула Украины. Там все очень просто. Это вывод на российской группировке, компенсации, наказание российских военных преступников, ну и, собственно, гарантии безопасности, что на российские оккупанты, на российские потворы снова сюда не сунутся. И вот тут есть нюансы, потому что даже если будет выбран западным миром вот этот вот подход, просто попробовать заморозить конфликт, а это не так уж и просто, между прочим. Еще раз повторю, чтобы его даже заморозить сейчас, то у нас должны быть и самолеты, и танки, и пушки. Так вот, сейчас я нигде не вижу каких-либо сигналов на Западе, что мы получим реальные гарантии безопасности. Все вот эти прекрасные документы, которые подписывает президент Украины, так называемые Беспековые угоды, соглашения по безопасности, они неплохие сами по себе. Они в основном предполагают, что другие государства берут обязательства в части поддержки нас финансово и вооружениями, причем в перспективе минимум 10 лет. Ну, считается, что за 10 лет каким-то образом будет решен вопрос вступления Украины в НАТО. Но это идеальная картина. И в некотором роде там, на болотах, они, с одной стороны, надеются на Трампа, но очень его очень сильно боятся. И местами очень прикольно крошат на него батон или тюремные сухари. Но Ольга знает. Республиканцы провели четырехдневный съезд, масштабное мероприятие, и речь Трампа, она была под стать ему. Самая большая речь среди кандидатов в президенты. Час 32. О чем Дональд Трамп говорил? Ну, во-первых, рассказал, что он ощущал, как был выстрел. То есть вот эту всю личную историю рассказал, но при этом к этому весьма серьезному старался добавить и юмора. Он сказал, что уши, как странно, оказались самой кровоточащей частью человеческого тела, что, в общем, вызвало смех в зале. А потом, потом он стал говорить то, с чем мы согласиться никогда не можем. Он сказал, что Бог на его стороне. Ну, позвольте, мы русские, с нами Бог. Поэтому здесь Дональд Трамп точно сказал совершенно не то. Избирательная кампания в Соединенных Штатах еще в самом разгаре. И еще раз, это же не конец истории. Хотя пока соцопросы, они все-таки все прекрасно понимают, рисуют победу Трампа. Но я не об этом. Дело в том, что Трампа еще не избрали, а тут уже вот ключевое и важное противоречие. И в конечном счете, вот почему я сохраняю стопроцентный оптимизм по нашему будущему. И по политике Трампа в случае его избрания в том числе. Потому что в конечном счете Дональда Трампа российские фашисты убедят только в одном, что Джозеф Байден поставлял Украине недостаточное оружие и боеприпасов, и самолетов. Хотя имел соответствующую возможность. И Штаты такую возможность имеют и сейчас. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Так вот, вот эта вот дискуссия, чей же он, этот бог. Тоже мне дискуссию развели сатанисты. Их бог Путин, который, ну кто, я его называю маньяком, потому что уж слишком он откровенно наслаждается кровью. Так вот, я вам сейчас кое-что важное расскажу. Откуда вообще взялась вот эта вот фраза «С нами Бог» или не так? «Мы русские, с нами Бог». Такая есть книжка, написанная Владимиром Рудольфовичем Пометом. Многие его знают как Владимир Соловьев. Но я бы акцентировал внимание на… Или Дональд признался, что он все-таки русский? Как вариант. Или так. Или так. Владимир Соловьев эту фразу придумал не сам. Значит, много лет назад в Москве, где-то лет 20-25 назад, Соловьев вместе с моим другом Павлом Фиттблюмом принимал участие в таком любительском турнире. И когда речь зашла о том, что победителя, чтобы определить, Нужно пробивать пенальти, а та команда по всем признакам была сильнее. Значит, команда, в которой играл мой друг, Который сейчас живет уже последних лет 10 в Украине И активно занимается производством дронов, О которых на этом канале было рассказано очень и очень много. В общем, команда била на пенальти. И в конечном итоге Паша сказал, «Мы обязательно выиграем этот матч». Соловьев спросил, почему? Ответ был такой, «С нами Бог». Так вот, через некоторое время появилась эта фашистская книга «Мы русские, за нами Бог». Но вопрос в чем? Что автор этой фразы, он много лет живет уже в Украине, последних лет 10, наверное, с 2014 года, скажем так. И как я уже отметил, занимается производством ударных систем, Который отправили уже, наверное, сотни, а может быть и тысячи граждан России Туда, где им и место. То есть на концерт Кобзона, встреча с Пригожинами, Все вот эти вот заявления на тему, как это, Все эти заявления на тему, где боеприпасы. Так, если так разобраться, тот, кто это все придумал, Он живет в Украине и воюет за Украину, Соответственно, с Богом тут все понятно. Я вообще, честно говоря, человек неверующий, Вот правда, скажу вам откровенно. Агностик, ну тот, кто сомневается в существовании Вот этого вот чего-то там, что с неба за нами смотрит. Но, определенно, есть какие-то такие магические вещи, Которые действительно, кроме божественной силы, Объяснить очень сложно. Так вот, насчет Бога. С нами он или нет? Знаете, я сторонник того, что Украину все-таки боженька любит. Почему? Ну, боженька в великих украх, он точно существует. Потому что по всем признакам, там, математики, сравнении военных потенциалов, Нас должны были разобрать достаточно быстро. Такая большая страна, как Россия, Которая претендовала на наличие второй армии мира. Но сейчас все совсем по-другому. Так вот, мы про Бога говорить не будем. Это все-таки не религиозный канал. Тот, кто верует, я вам даже в некотором роде искренне завидую. Мы работаем с фактами. И я, читая вот это сообщение Дональда Трампа о том, Что он хочет посадить нас за стол переговоров, Сразу думаю, а как же оно будет? Просто заморозка или не заморозка? С одной стороны, мы все знаем, Какие претензии территориальные выдвинул Путин недавно. То есть, он говорит, отдайте мне даже то, что я не завоевал. Я прекрасно понимаю, почему он это делает. Мол, это такая игра, давайте договоримся где-то посередине. Вот мы хотим столько, Украина хочет до границ 91-го года. Ну, давайте остановимся на тех рубежах, На которых мы сейчас находимся. Это возможно. Возможно, правда. Вот слишком много вот этих вот слов и заявлений На тему переговоров. Ну, вот мое убеждение, что, вот как это ни странно, Кто убедит Трампа в случае избрания действовать решительней И помогать Украине больше? Вы знаете, в кого я в данном случае верю? Только не смеяться, чур. Да, Манничелла. Манничелла переубедит и Трампа, и всех остальных В том, что, ну, нет, эти ребята недоговороспособны. И лучший способ решить проблему, Это отправить максимальное количество российских граждан. Ну, они думают, что в рай. На самом деле, концерт Кобзона проводится не там. И лучше всего, конечно, отправить туда лично Путина. Но если мы эту историю все-таки не будем персонализировать, А поговорим про тренд. Так вот, тренд такой, Что своими безумными угрозами Западному миру, В целом. Они, да, убедят и Трампа, и не Трампа. В том, что помогать, помогать, И не экономить, а в 16 для Украины. Кто создает нам реальную угрозу? На нынешнем этапе, Когда в Европе будут размещены американские средства, Поражения нацеленные на европейскую часть России. Это США. Поэтому наша логика должна заключаться в том, Что прежде всего мы создадим контрпотенциал против США. У нас есть подвижный грунтовый ракетный комплекс «Рубеж». Соответственно, он подвижный. Это мобильный грунтовый ракетный комплекс. На секунду буквально. А Искандеры уже есть в Калининградской области? Искандер, я что хотел бы отметить, Есть ли они в Калининградской области или нет, У них дальность пуска 500 километров. То есть они априори не нарушают режим ДРСМД. Поэтому, когда Писториус заявляет о том, Что мы угрожаем Германии, в частности, Это ложь. Мы не нарушаем никаких режимов, Даже если Искандеры есть в Калининградской области, Потому что дальность пуска до 500 километров. Оле запрещено освещать вам такой вопрос, Как отсутствие электроэнергии в Российской Федерации. Там у них просто еще чуть-чуть и бунты в некотором роде будут. Потому что россиянам им чуть-чуть обидно. Ну как же это так? Нас еще, ну местами мы, конечно, бомбили российских негодяев, Но в целом они не сильно-то и пострадали. А света нет. Поэтому она предлагает россиянам вместо электроэнергии Насладиться величием, Что вот, мол, есть какие-то ядреные ракеты, Которые уже в Калининграде, Которые сейчас как бахнут по Германии. И россияне почувствуют вот этот прилив величия. Оля вас, товарищи россияне, обманывают. Потому что, ну, заметьте, Пока ваших российских пилотов от смерти спасает исключительно кто? Нет, не Господь Бог, а Джозеф Байден. Который говорит, ну, не лупите вглубь России. Ну, мы, конечно, слушаем это все. И не можем использовать для этого американские ракеты. Ну, вот сегодня на авиабазу Миллерово в Ростовской области Прилетело столько дронов. Ну, конечно же, российские фашисты сообщили о том, Что все 26 дронов сожгли, сбили, все хорошо. Ну, просто это, наверное, правда. Только не уточнили чем. Потому что вот народные корреспонденты с российскими паспортами, Они всячески свидетельствуют о том, Что там весь этот аэродром горит прекрасным пламенем. И надо отдать должное, что он, ну, не так уж, чтобы сильно далеко от границы с Украиной находится. Это 150 километров от линии фронта в Ростовской области. И оттуда стартуют и вертолеты, и российская тактическая авиация. Ну, я так понимаю, что точно уничтожено уже, это понятно, хранилище с топливом. А без него российские самолеты не летают. И остается открытым вопрос, что там с авиацией, побили мы ее или нет. Но возвращаемся к Дональду Трампу, который будет вынужден. Нравится, не нравится, терпи. Оля красавица, Россия красавица. Ну, вы помните эту фразу Владимира Путина. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Дело в том, что это же песня насильника. Спит красавица в гробу, я подкрался. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Так вот, мы им дали бой, и никто тут ничего терпеть не будет. Пока в качестве этой красавицы выступает исключительно Российская Федерация и население, которое там живет. Не народ. И вот здесь и сейчас, когда Трамп еще не стал президентом. Ну, и вот они вот рассматривают разные подходы. Типа новые подходы. Происходит что? Грозят ракетно-бомбовым ударом по США. Это же так мило. То есть по Дональду Трампу. И делят Бога. Но нам угрозу создает Вашингтон, который хотел бы, чтобы Россия в перспективе, если вдруг возникнет форт-мажор, воевала, собственно, с НАТО в Европе. Нам необходимо разместить ракетный комплекс рубеж на востоке России, нацелив их на континентальную территорию США. Таким образом, прежде чем мы ответим Германии, мы ответим США. Любая военная цель, любой военный объект, который подвергнется атаке со стороны НАТО по нам, допустим, на европейской части, первый удар должен быть наш. Ответный, подчеркиваю. По США. Переводим, переводим все на английский язык и отправляем в штаб Трампа. Ответный удар по США. Мы где-то это слышали. Если бы российское население во главе с Путиным не напало бы на Украину, то в их сознании напали бы на них. Ну, такое условное наклонение. И тут можно, кстати, Маньяка процитировать. Он когда-то говорил о том, что если у бабушки были бы яйца, она была бы дедушкой. Так вот, если бы до кабы, это не имеет значения. Напала Российская Федерация. Ну, и какие-то оправдания в части того, что мы не хотим, не планировали нападения на Россию. Ну, это смешно. Поэтому об этом говорить не будем. Дело в том, что вот этот вот ракетный комплекс «Рубеж», который рекламирует товарищ Коротченко, он хороший, но эта программа была свернута в 2018 году. Тогда уже Путин очередной раз вернулся в Кремль. И именно он это сделал. Это все в рамках договоренности с Соединенными Штатами по СНР-3, стратегически наступательные ракеты, СНВ, простите, стратегически наступательное вооружение и сокращение этих ракет. То есть там, где они договорились, какое количество ракет, должно быть у каждой из сторон. Так вот, этот комплекс «Рубеж», он в 2018 году его разработки и прием в госпрограмму вооружений был остановлен. И вот только сейчас снова начали появляться сообщения, что «Рашка» возвращается к производству этой ядреной ракеты. Мол, да, будет сделано в ответ на то, что Штаты размещают в Германии ракеты средней дальности. Дамоклов меч ядерного возместия должен висеть над США. А уже потом над Германией и другими странами Европы, которые разместят американское оружие. Это принципиальная вещь. Угрозу, которую создают нам американцы, мы должны ответить именно американцам, подвесив их безопасность точно так же, как они будут создавать проблемы нам. Срочное сообщение в продолжение вашей мысли. Вообще довольно невероятное, сенсационное это звучит. Особенно из УЗЗ замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. Рябков только что заявил, что Россия не исключает размещение ракет ядерного оснащения в ответ на размещение ракет США в Германии. Россия будет реагировать компенсационными мерами, которые сочтет приемлемыми в ответ на размещение ракет США. Кто такой Рябков в системе российской власти? Да никто, если честно. И вот эти вот все придыхания, что сенсационное заявление и так далее. Я просто к чему это все веду? Вот таких же высказываний в российских эфирах, они полны ими. То есть это же не только Коротченко, это дичь кородит. Они повторяют это много-много лет. И какой результат? Результат именно такой, что Запад с Трампом или без Трампа, он будет, как мне кажется, сжиться, помогать нам не из-за любви к нам, а из-за того, чтобы помочь нам защитить себя. Ну и таким образом, чем больше российских захватчиков будет убито, тем, соответственно, меньше у них будет желания бомбить Вашингтон. Простой и примитивный расчет. И не надо тут рассказывать о том, что это все Запад придумал эту войну. Ну ничего подобного. Специальным заявлением выступал именно Путин. Говорил, что я начинаю специальную военную операцию. Ну таких вот оптимистов, в принципе, не так мало в Европе. Ну в части того, что нам будут помогать. Вопрос в каком объеме. Это вопрос ключевой. Но тем не менее. Вот премьер-министр Норвегии, а эта страна нам подарила больше всего F-16, Ионас Гарстюре, не ожидает, что, или считает, что ни один президент США не оставит Украину. Ну и там дальше идет обоснование этого. Какое обоснование? Интерес американского государства, геополитический интерес, и так далее, и так далее. Так что, чей Трамп, это еще большой вопрос. То, что Зеленский поговорил с Трампом, хотелось бы, чтобы наши друзья, которые сейчас в Белом доме, не обиделись по этому поводу. Хотя, опять же, даже Блинкин, госсекретарь США, сделал такое интересное выступление, где, в принципе, допустил, что в случае избрания Трампа, поставки оружия и боеприпасов в Украине могут сократиться. Риск такой есть. Но даже Энтони Блинкин считает, что это маньяку не поможет. Почему? Потому что у нас уже, как минимум, 20 государств подписали с нами соглашение по безопасности и обязались в течение ближайших 10 лет помогать нам оружием и боеприпасами. Ну, и я, честно говоря, не сторонник того, чтобы списывать США в данном случае. Видите, российская пропагандистская машина, она делает все возможное, чтобы убедить потенциальную новую администрацию Белого дома, что Украине нужно помогать больше. И возможности соответствующие у партнеров есть. Честно, вот слышишь вот эти вот заявления о том, что мы сейчас передают больше самолетов, чем у нас обучили пилотов. Мне иногда кажется, что ведь американские, датские и другие пилоты, они же в один прекрасный момент могут просто уйти в отпуск и приехать к нам. Для чего? Защищать демократию. И я говорю это без иронии. Хотя прикольно звучит, да, когда авианосец приплыл, всех российских оккупантов убил, ну, а потом написали защитили демократию. добро должно быть с кулаками. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. А Украина была и Будем. Почему? Потому что я ЗСУ, Збройне Силы Украины. Пока. Продолжение следует...